Всем привет! Сегодня впервые презентую свой проект для такой необычной немножко аудитории для себя. Поэтому жду чего-то интересного, необычного, от общения нового. И надеюсь, вам тоже будет интересно. Я архитектор, и у меня технической информации будет мало. Я просто расскажу о проекте, постараюсь быстро, и тогда быстрее перейдем к вопросам и в форме дискуссии продолжим. Мой проект посвящен проблеме передвижения по Москве на велосипеде, в целом и в частности проблеме выбора оптимального маршрута. Под оптимальным маршрутом, я понимаю, такой маршрут, который можно было бы порекомендовать обычному человеку, который собрался впервые, например, поехать на велосипеде на работу. Допустим, по случаю акции на работу на велосипеде. То есть, этот проект не о рекреационных маршрутах, не прогулочных, а о маршрутах по делам, которые связывают все районы Москвы. И аудитория проекта – это максимально широкая аудитория обычных людей, не какая-то узкая группа субкультуры какой-то велосипедной. И поэтому, как проверку маршрута, можно использовать вопрос, сможет ли по нему, например, проехать женщина на обычном городском велосипеде в обычной городской одежде повседневной. И при этом не испытать какого-то супердискомфорта. Ну, собственно, вот акция на работу на велосипеде, она меня натолкнула на вообще начало работать над этим проектом, потому что я подумал, почему бы организаторам не предложить участникам такие рекомендуемые маршруты. Если они предлагают людям поехать на работу, то и логично было бы предположить, чтобы они подсказали им, как это сделать. Но потом в процессе работы я понял, почему они этого не делают, потому что у каждого велосипедиста свое представление о комфорте маршрута, и это могло породить какие-то бесконечные споры, но это, наверное, не главное. Главное то, что не из каждого района Москвы можно куда-то добраться на велосипеде действительно удобно. И в этом случае организаторам акции пришлось бы сказать людям, что вот вы из Выхина лучше никуда не ездите. Вы оставайтесь там, езжайте на метро, а все остальные – пожалуйста. Еще на идею проекта повлияла книга Стивена Флеминга «Cycle Space». Основная идея книги в том, что у каждого постиндустриального города есть эти пространства, удобные для велосипеда, но они не очевидны для пешеходов и для автомобилистов, то есть их надо еще поискать. И, собственно, это основной вопрос проекта. Есть ли в Москве эти пространства, удобные для велосипеда, где они находятся на карте, и можно ли их связать в единую сеть. И цель проекта – это исследование, поиск потенциала и проблем городских территорий, и популяризация, показать начинающим велосипедистам, как удобно и безопасно можно проехать в городе, и можно ли это вообще сделать. Я начал с поиска материала на эту тему, который уже был в тот момент, в начале 2015 года. Это, во-первых, Страва, тепловая карта, которая показывает, если кто не знает, это такое приложение для трекинга, популярное в основном среди спортсменов, но и не только. И вот на этой карте записаны все поездки, записанные с помощью этого приложения, вот в таком очень красивом виде. Это карта Виларадар, не знаю, кто ее делает, но здесь записаны тоже треки поездок по Москве, с описаниями, с отчетами. Есть некоторое количество сервисов маршрутизации на основе OpenStreetMap. Некоторые из них дают довольно интересный результат, но ни один из них все равно меня не устроил. То есть ни один из них не прошел проверку на моем личном маршруте и на других маршрутах тоже. Они дают какой-то неочевидный тоже маршрут, бывает, не вдоль магистрали, какой-то может быть интересный, но всегда все-таки что-то странное в этом есть. И вот какая-то карта тоже растровая, которую я не совсем понимаю. Ну вот такая карта тоже была. Что меня не устраивало во всех этих материалах, которые я нашел, это то, что в них можно было посмотреть только нить маршрута. Но понять, насколько этот маршрут будет удобным или неудобным, было невозможно. То есть можно понять, как проехать, но с чем ты столкнешься по пути, неизвестно. Поэтому первой задачей в проекте была разработка типологии. Типология пространства по комфорту передвижения на велосипеде. Вот получилось пять таких типов. Первый, комфортный, это, собственно, велоинфраструктура, велодорожки, велополосы. Второй, удобный, безопасный, это дорожки в парке, широкие свободные тротуары без людей, желательно. Нейтральный тип, это характерный случай, это проезжие части тихих улиц, там двухполосная какая-то местная дорога. И дискомфортный тип проезжие части с транзитным трафиком автомобильным. Ну, последний тип, его нет на карте, потому что там нельзя ездить просто. Ну, нельзя сказать, что я прям супер доволен этой типологией, потому что она очень спорная и субъективная. Хотя можно было бы постараться и как-то свести эти типы к некоторым объективным показателям, но в любом случае спорные моменты всегда остаются. Потому что сама эта тема передвижения на велосипеде по городу, который никогда не был для этого приспособлен, ничего в нем для этого не было сделано, она, безусловно, очень спорная. То есть, и мнение об этом разнятся там от адептов того, что вообще не нужна никакая инфраструктура, велосипедисты должны ездить исключительно по дороге до людей, которые просто боятся съехать с тротуара. И в прошлом году я решил в качестве начала проехать, составить 8 маршрутов параллельно радиальным веткам метро. Выбрав эти направления, я не хотел сказать, что радиальные направления какие-то приоритетные, потому что многие люди почему-то сразу начинают спорить, что почему радиальные, надо было что-то другое, хордовые. Но просто это была такая удобная задача, то есть, что можно было сделать за один год и охватить всю территорию Москвы в пределах МКАД. А ветки метро — это такие удобные ориентиры, понятные всем людям. Требования к маршрутам предъявлялись следующие. Они должны были быть с минимальным количеством препятствий. То есть, подземных переходов и всяческих ступеней. И должны были максимально проходить по комфортным, безопасным и нейтральным улицам. Маршрут разрабатывали следующим образом. Во-первых, я делал прикидку маршрута с помощью таких источников, как Strava Heatmap, которую я показывал, OpenStreetMap и маршрутизаторы на ее основе, и Яндекс.Гугл.Панорамы. Смотрел, как выглядят эти улицы. Затем консультировался в соцсети с местными велосипедистами. Ну, если кто-то отвечал, отписывался в комментариях. Уточнял маршрут, потом проезжал по нему, фотографировал, записывал трек. И потом в итоге оформлял этот маршрут. Но оформлял я его так, как мог. Это получалось просто растровое изображение. Просто джипеговская картинка. Ну, здесь я показывал нить маршрута, фотографии характерных улиц и информацию маршрута. Протяженность, предположительное время преодоления его и процентное соотношение типов пространств, по которым можно было понять, насколько этот маршрут комфортен или дискомфортен для человека. Ну, это титульный лист вот именно этого Таганско-Краснопресненского маршрута вдоль фиолетовой ветки. И в большем масштабе по участкам здесь все то же самое. И в итоге получилась такая карта со всеми восьми маршрутами, которые я в итоге отправил в департамент транспорта со своими комментариями, предложениями по развитию телоинфраструктуры. Ну, естественно, работать с этими картами-растровыми было неудобно. Неудобно их хранить, смотреть, ехать по ним совершенно неудобно. Надо было печатать, как-то брать с собой. Не знаю, я даже не пробовал, но если кто-то пробовал, наверное, это было очень неудобно. И в конце прошлого года я вот узнал как раз очень кстати про курс Андрея Карматского «Карта и визуализация данных». Курс, то есть воркшоп этот длился всего один день. И за этот день я только успел узнать, с какими инструментами мне предстоит работать. Это «Казальский ЮГИС» и «Мапбокс Студио». Ну, плюс еще Андрей Карматский очень как-то сердобольно ко всему этому подходит. И после воркшопа он оказывает такую поддержку очень хорошую проекту. То есть к нему всегда можно обратиться за консультацией и за помощью. Потом я поучился на Codecademy, прошел HTML, CSS, JavaScript и в итоге сделал такой сайт. То есть в декабре я прошел воркшоп, а сайт запустил в апрель. Прошло 4 где-то месяца. Так, сейчас я его включу тогда. Сайт получился достаточно простой. Я не успел сделать все, как хотел изначально. Я хотел сделать каждый маршрут на отдельном слое. Но в итоге получилось, что это… Не знаю, как разумировать. Я вообще обычно двумя пальцами работал. Я давно его не включал, а не пользовался. Я хотел сделать каждый маршрут на отдельном слое, с информацией по нему, с каким-то интерактивом. Но получилось, что это просто такая плоская карта, подгруженная на сайт. Ее можно только зумить, чего я даже сейчас не могу сделать. Но можно достаточно подробно посмотреть маршрут. Сделано это было следующим образом. То есть карта целиком сделана в Mapbox Studio, потом подгружена на сайт. А маршруты начерчены вручную в QGIS. То есть маршруты я все-таки данные брал не из OpenStreet, а по самым начертам. Просто очень точно по OpenStreet. Мне почему-то было это проще сделать. То есть у каждого участка с разными цветами есть определенный тег, который, собственно, задает его цвет и направление движения. Ну, в общем, получилось довольно просто. Но я и так был страшно доволен, потому что вообще был не уверен, что смогу сам со всем этим разобраться. Так, вот дальше есть еще такая велокарта Москвы, BikeMap.me. И вот люди просто спрашивают, в чем отличие. И, собственно, почему мы не сделаем с ребятами вместе эту карту. Ну, и тут история такая. Ребята, которые сделали тегарту, они обратились ко мне с просьбой использовать мои маршруты. Я, конечно, согласился. Они указали меня в авторах маршрутов. Может, там еще что-то добавили наверняка. Я так уж подробно не смотрел. Но отличие, как мне кажется, основное все в том же. То есть здесь можно посмотреть, как можно проехать, но неизвестно, насколько удобным или неудобным будет маршрут. То есть здесь все направления приблизительно одинаковые. То есть показаны все вот эти пунктирные зеленые линии. И непонятно. То есть как будто во всех направлениях Москва однородная. В то время как у меня, например, можно увидеть, что на юго-восток лучше не ездить на велосипеде. Ну, вот здесь это Волгоградский проспект и Южнопортовая улица. Вот с этой Южнопортовой улицы была забавная история. Один журналист во время зимней акции на работу на велосипеде поехал вот как раз оттуда, откуда-то на велосипеде. А потом написал статью, что Москва для велосипеда вообще не годится. Он ехал по этой Южнопортовой улице. Была еще жуткая погода. Он ехал, естественно, с плохой экипировкой. Потому что, видимо, не знал, с чем столкнется. Ну, вот такое отличие. Можно было бы, я думаю, объединить как-то эти карты. Но это такая тоже, мне кажется, серьезная работа. Как-то договориться между собой. Как эти слои поделить, чтобы там включать то мой слой, то их. Может, рано или поздно мы это сделаем. Сейчас просто оба проекта, мне кажется, еще сырыми, незаконченными. И лучше пока заниматься их развитием, чем сразу делать одну карту. Дальше. 2016 год. В этом году я решил взять за тему проекта пересечения железных дорог и магистрали. Я решил пригласить людей в проект. В результате чего появилась вот такая карта. Google My Maps. На которой люди просто нанесли свои стандартные маршруты регулярные и точки, откуда и куда они ездят. Так, чтобы я... Если у меня были какие-то вопросы по определенному участку, я мог к людям, знал, к кому обратиться. И мог обратиться за консультацией или попросить что-то там сфотографировать по дороге. А еще мы устроили встречу, обсудили возможность совместной работы. И сейчас заполняем такую карту тоже в Google My Maps, карту пересечений. Здесь мы отмечаем точки пересечений и подгружаем сюда фотографию, по которой можно понять, с чем ты здесь столкнешься. То есть, если это лестница, то должно быть видно, есть ли там рельсы, по которым можно катить велосипед или его придется нести на руках. Ну вот такая карта, мы ее заполняем. И в дальнейшем эти данные, я надеюсь, можно будет перенести на сайт в каком-то удобном виде, с такой графикой, которую удобно читать, смотреть. И вот как такой последний вдохновляющий пример для меня была вот эта карта Берлина. Что мне здесь очень понравилось, что здесь фотографии появляются при наведении на объект. То есть, это позволяет очень быстро посмотреть и оценить, что за пространство лежит у тебя на маршруте. То есть, в Google картах, например, в панорамах или Яндексе это может занять долгое время, там каждый раз заходить в панорамы, осматриваться, потом куда-то перемещаться в другое место дальше. А здесь можно очень быстро так навести, посмотреть. Точно так же я хотел бы применить этот прием для переходов, ну и для маршрутов в том числе. Ну и какие-то реальные планы на этот год у меня такие. Усложнить сайт, как я планировал изначально сделать маршрут по слоям, добавить какой-то интерактив, чтобы можно было на маршрут кликнуть, посмотреть информацию о нем. Нанести на сайт те пересечения, которые мы успеем отснять в этом году и построить на их основе какие-то новые маршруты дополнительные. Тоже их нанести на сайт. Ну а в перспективе хотелось бы, конечно, сделать сервис построения маршрутов, который строил бы маршрут, как я и хотел, с типом пространств. С линиями тазного цвета, которые можно понять, насколько комфортной и дискомфортной будет поездка. Здорово было бы привести эту классификацию к каким-то объективным данным. То есть, если это проезжая часть, то количество полос. Если это тротуар, то его ширина и протяженность, качество покрытия, наличие каких-то бордюров, не бордюров, или насколько он плоский и ровный. Ну и инфографику вот именно с процентным соотношением качества маршрута. Ну вот, пожалуй, все. Такие планы. Для меня они кажутся грандиозными. И в завершение хотел бы сказать, что мне, конечно, все это безумно интересно, но это для меня, может, потому что в новинку. И я хотел бы как раз обратиться к вам с просьбой, с вопросом, что вы могли бы посоветовать, как продолжить какие-то, может быть, курсы, или кто-то из вас может заинтересуется и захочет выступить в качестве репетитора, что ли, по ходингу, по этому всему. Так что вот так. Спасибо за внимание. Здоровский проект. Мне очень понравился подход. Сейчас я пытаюсь для себя подвести, потому что все-таки это тема для упора, для энтузиастов, и как бы заявлено вначале для всех. Я представляю себе там тетеньку на районе, который уезжает, и, наверное, поехать, ну, с либо западом на север, будет очень странно. Хотя я с ним часто занимаюсь, да, езжу с либо западом в Сокольники, знаю там все, как проехать на велосипеде, и мне это интересно. И если есть какой-то опыт других людей, я бы с радостью проехать, я бы на тему не нашелся. Но для тетеньки на районе интересно, наверное, свой объем хотя бы объехать, если бы там на районе не был проложен петок маршрута, она могла бы этим там воспользоваться. Поэтому пока проект кажется такой все-таки не на массовую аудиторию, и это была реплика. А второе, про вопрос, он про то, что сейчас это история, которая фиксирует реальность. Вот есть такой маршрут, там есть переход, дорожки нет, и, собственно, что поделать. Было бы классно, если бы он как-то влиял на градостроительную политику вообще. Извиняюсь, фантазирую, была бы возможность сказать, есть такой маршрут, можно что-то поделать, и люди будут к нему ездить. Тогда бы эта история стала такой еще социальный значимый. Это было бы здорово в эту сторону развивать. Потому что проложить кучу маршрутов в неудобных местах, их зафиксировать, описать, фотографировать, это было бы здорово. Как в таком, не знаю, историческом паспорте, как есть. Дальше, наверно, надо с этим выходить. Нет, я пытаюсь в этом направлении работать, просто это, ну не то чтобы сложно, но просто наш департамент транспорта, у него какие-то свои планы, то есть я с ними регулярно, собственно, общаюсь. И даже вот в конце года, то есть в начале года этого, они просили дать свои предложения, обращались к сообществу. Я им что-то отправлял, но я не знаю, насколько они всерьез все это воспринимают, и насколько у них вообще руки развязаны, что-то там такое серьезное планировать в плане развития белой инфраструктуры. Дальше.